Известный в криминальном мире авторитет не любит телекамер. Лишняя популярность ему ни к чему. Сейчас мужчина раздраженный, не желает отвечать на вопросы. Как вас зовут? Представьте с помощью. Да не буду отмечаться. Ну а почему? Да не буду и все. В полиции объяснили, 43-летний уроженец Закавказья по прозвищу Андо Хромой полгода назад должен был покинуть Россию. Но решение суда не выполнил. Сейчас его проверяют на причастность к преступлениям, совершенным в Москве. Так называемые воры в законе, по мнению руководителя московской полиции, проблема, которая сегодня стоит не так остро, как лет 10 назад. Но тем не менее, она есть и ее необходимо искоренять. Причем тактику борьбы пора изменить. Было принято решение на коллегии, с учетом задач, которые поставили министр внутренних дел, поменять тактику и включить в эту работу не только уголовный розыск, специализированные подразделения, но еще подключить к этому вопросу подразделения экономического блока. То есть посмотреть экономическую составляющую, которыми управляет воры в законе, и совместно двумя подразделениями подорвать их экономическую основу. Криминальные авторитеты возглавляют преступные группировки, которые занимаются квартирными кражами, угонами, наркоторговлей и мошенничеством. Их жертвами становятся и экономические объекты. Как правило, за решеткой оказываются исполнители. Доказать вину организаторов порой бывает очень непросто. Чаще всего так называемые воры в законе в тюрьму попадают за хранение наркотиков или оружия, отбывают небольшой срок и снова оказываются на свободе. И это тоже необходимо в корне менять, считают в главке. Нужно документировать воров в законе в рамках статьи 210-й. То есть преступное сообщество, как он управляет организованными группами, он является лидером и он должен нести ответственность по статье 210-й. А статья 210-й предполагает наказание не 2-3 года, как иногда бывает, что там за наркотики, за оружие задержали, а лет 20 пожизненно. Такая работа рассчитана не на один день и даже не на год, отметил Анатолий Якунин. Сейчас все необходимые подразделения московской полиции, в том числе и вновь созданные оперативные группы по борьбе с ворами в законе, нацелены на консолидированное и качественное противодействие таким преступникам. Снежина Попова, Олег Скальский и Денис Сорокин. Петровка, 38. Продолжение следует...